Всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться своим последним заказом сайта Faberlic. Я очень много новинок в последнее время заказала, и если вам интересно услышать мое мнение о них, то, конечно же, продолжайте смотреть. Давайте начну со старых фаворитов. Первое, что я заказала, это три мыла жидких для рук. Один, это мой абсолютный фаворит. Я обожаю вот это мыло из серии Ароматная земляника. Он пахнет просто, оно вернее, пахнет просто потрясающе. Это настолько свежий какой-то земляничный аромат, как будто земляника, перетертая с сахаром. Просто обожаю его. Сразу он меня как будто назад в лето уносит. Очень классный аромат. Еще тоже понравилось вот это мыло, которое сейчас у меня стоит на кухне. Это мыло, устраняющее запахи с цветочно-пряным ароматом. Конкретно вот это с цветочно-пряным ароматом лучше всего убивает какие-то запахи. И если вы уж совсем что-то вонючее делаете, если там, например, чеснок натираете или еще что-то, от чего руки потом так конкретно пропитываются запахом, то вот это очень хороший вариант для того, чтобы этот запах быстренько устранить. И еще заказала жидкое мыло. Это тоже новое, по-моему, у них сейчас. Салантаином для ежедневного применения. В принципе, ничего особого про это мыло я отметить не могу. Единственное, оно практически не имеет запаха. Поэтому, если вас раздражают запахи в других мылах, то вот это вполне может быть вашим вариантом. Руки зимой у меня безумно сухие. И я вот недавно добила уже фаберликовский крем для рук, который там супер какой-то увлажняющий. Мне он понравился. Он действительно хорошо увлажняет руки. И мне хватает, ну, на день вот так вот увлажнения, в принципе, мне хватает. Я увидела у них новую линейку, которая вот так вот выглядит. Это серия оранжери, пион и лилия, крем для рук. Во-первых, хочу отметить дизайн. Мне кажется, что вот с этим дизайном фаберлик вышел как-то на новый уровень, потому что вот это совершенно не выглядит как что-то там совсем бюджетное, копеечное. Мне кажется, если его поставить вот так на туалетный столик, то мне вполне кажется, что это выглядит как, ну, если не сказать уж прям совсем люксовый продукт, то как минимум такой достаточно дорогой. Мне этот стиль упаковки очень напоминает стиль Генри Бенделл. И, ну, в общем-то, очень мне понравился дизайн. Что касается конкретно самого крема, я им особо еще так сильно прям не пользовалась, чтобы вам прям рассказать свое мнение. Он намного легче, чем вот тот вот супер увлажняющий. Более такой вот как силиконовый. Запах у него более парфюмированный. То есть это именно такой вот конкретно парфюмированный запах, тогда как тот был очень такой нейтральный там, ну, как такой совсем-совсем нейтральный крем для рук. Здесь вот вы будете этот запах ощущать, поэтому если он вам не нравится, то лучше, наверное, не берите. Мне запах вполне приятный, очень такой цветочный, немножко рисковатый цветочный. Также практически во всех моих заказах всегда присутствует мицеллярная вода. Я ее постоянно заказываю, потому что это то средство, которым я пользуюсь для снятия макияжа с лица. Если вы не смотрели мои предыдущие отзывы о Faberlic, то напомню, что эта мицеллярная вода щипит глаза, поэтому для глаз лучше использовать что-то более мягкое. Что касается удаления макияжа с лица, то отличный это вариант. Очень хорошо очищает, не оставляет никакую пленку, не нужно потом чем-то перемывать. Очень классное средство и за совершенно бюджетные деньги. Теперь переходим к декоративке. Я здесь заказала очень много всего. Первое, что хочу показать, это новый их тональный крем. Это Skin Upgrade Lifting Foundation. Тональный крем «Мгновенная подтяжка». Я еще им не пользовалась, поэтому конкретное мнение я вам здесь не расскажу. Но меня в последнее время все, что имеет слово «лифтинг», почему-то привлекает. Наверное, это связано с тем, что я уже вот-вот почти, мне исполнится 30 лет, может быть, из-за этого, я не знаю. И я заметила, что сейчас я хотя бы конкретно могу проверить, работает средство или нет в плане лифтинга, потому что когда я пробовала такие штуки в 25, я говорила, ой, нет, оно не работает. Хотя на самом деле, даже если оно работало, то я просто не могла проверить, потому что в 25 кожа и так упругая, подтянутая, ничего с ней делать не надо. Уже ближе к 30, конечно, можно проверить, работает или не работает, потому что от некоторых средств, в основном, кстати, уходовых, а не декоративных, кожа прям реально вот как будто вот подтягивается, прям чувствуешь, как будто тебе такую микроподтяжку делают. Короче говоря, попробую. Если вам интересно, могу сделать какой-то тест-драйв на протяжении там целого дня, как я делала это с Нивей праймером, вернее, лосьоном после бритья. Если вам такой стиль видео нравится, сообщите мне, я вот могу с этой тональной основой, например, сделать что-то похожее. Также я сошла немножко с ума, и я заказала, по-моему, все карандаши для губ, которые Фаберлик вообще выпускает. В общем-то, меня переклинило на карандашах для губ, потому что я очень часто пользуюсь матовыми помадами, а матовые, такие насыщенные помады, они, конечно, очень требовательные, и обязательно нужно пользоваться карандашами, потому что без карандаша, ну, очень сложно сделать, прям такую четкую, красивую линию. Я заказала, здесь у меня их сколько? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, всего 10 карандашей. Вот эта серия, которая Secret Touch, вот такие вот серенькие карандаши, она мне нравится больше, потому что карандаши здесь как будто немножко более качественные, цвет ложится более ровно, более стойко держится. Единственный карандаш, который мне из этой серии не понравился, это был карандаш под номером 4727. Это перламутровый светло-розовый оттенок, такой, знаете, привет из 90-х. Мне такие цвета не нравятся, и мне кажется, что это совершенно не современная такая серия, но в то же время я знаю, что очень многие женщины постарше привязываются к таким вот цветам, поэтому Фаберлик наверняка для них это делает. Но если говорить о современных макияжах, то все остальные я бы вам порекомендовала, потому что они матовые и очень-очень неплохие. Вот эта серия конкретно Secret Touch мне нравится больше. Свочи я вам обязательно покажу, чтобы вы в сравнении видели, какие вам нравятся больше оттенки, а какие меньше, если вы планируете заказывать. И также хочу вам рассказать, еще тоже заказала новые их помады. Это, вот точно не помню их опять-таки название, но это увлажняющие помады с эффектом сыворотки на губах. Я, как я и сказала, в последнее время очень много пользовалась матовыми помадами, и я так конкретно, честно признаюсь, от них уже подустала. Особенно, если я не делаю какой-то там супер макияж для видео или для выхода куда-то, и мне хочется просто накрасить губы и пойти, не знаю, в супермаркет, то мне не хочется красить губы матовой какой-то супер стойкой помадой. Мне хочется что-то вот такое вот повседневное. И изначально, когда я заказала эти помады, и когда я первый раз попробовала эти помады, я, помню, куда-то спешила и решила вот так вот быстренько чух-чух-чух там намазать губы. И тогда у меня губы были в очень плохом состоянии, такие, знаете, как лошпайки были, ну, типичные зимние обветренные губы. Я нанесла эту помаду, она мгновенно все это подчеркнула, я думаю, блин, вот бы хотелось, чтобы она как-то получше все-таки сработала на губах, чтобы это все выровнялось, как-то с эффектом бальзама было. Думаю, ладно, и как-то я отвлеклась. Короче говоря, я так с этой помадой и пошла. И через какое-то время я вспомнила, что я и накрашена, взяла зеркало для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии мои губы, и вот здесь я удивилась, потому что губы мои распрямились, то есть эта помада как будто немножко сработала реально, как эффект бальзама, то есть вот этот сывороточный эффект, такие в ней есть. И губы намного более прилично через какое-то время выглядели. Поэтому я их сразу записала в такой ежедневный мой фаворит. И самые мои любимые цвета, это 43025. Это такая достаточно, ну не сказать, что броская, но выразительная такая алая помада. У меня она была на губах, видео про мой дневной уход за лицом. И также из тех оттенков, которые у меня есть, мои фавориты, это 43019. Это такой вот типичный розовый оттенок, который, знаете, накрасил губы, пошел и вообще ни о чем не задумался. И второй, который мне очень нравится, 43015. Это такой классический персиковый оттенок. Очень классно выглядит с такими вот свежими макияжами, по типу вот как у меня сегодня. То есть такие вот совсем слегка накрашенные глаза, там немножко щеки персиковые. И вот такая персиковая помада отлично от такого рода макияж подчеркивает. Ну, как всегда, покажу вам свочи всех оттенков, которые у меня есть, для того, чтобы вы определились, какие вам нравятся, какие бы вы хотели, возможно, заказать. Вот и весь мой недавний заказ. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Обязательно поставьте мне палец вверх, если так и было. И если вы чем-то из этого пользовались, то, конечно же, пишите свои отзывы в комментариях, потому что я думаю, что для остальных девчонок будет интересно узнать какое-то альтернативное тоже мнение. Не забудьте перед уходом подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. И мы с вами увидимся в следующем моем видео. Пока! Сегодня мы с вами будем делать макияж, который вы сейчас видите на мне. Это очень глубокий, насыщенный, интересный смокеайз. Сегодня мы с вами поговорим в основном о декоративной косметике. И давайте начнем с лица. Первое, что я купила, это тональная основа от Bourjois из серии Healthy Mix Serum. На самом деле, я, наверное, самый последний человек на YouTube, который попробовал эту тональную основу.